Один шаг на пути к успеху сделан. От Ненецкого округа авторы 7 проектов из заявленных 11 получили президентские гранты на реализацию своих инициатив. Общая сумма средств, которую получит НКО более 5,5 миллионов рублей. С теми, кто дошел до победы, лично встретился глава региона Александр Цибульский. Порядка полумиллиона рублей получил руководитель фонда экологического развития НАО Андрей Кузнецов на реализацию в Наринмаре проекта «Экотвор. Отдельный сбор отходов». На средства президентского гранта он планирует приобрести оборудование для измельчения архивных документов. «При поступлении вот этого оборудования мы будем готовы уже принимать у себя всю архивную документацию, которая будет уничтожаться. Мы будем измельчать, прессовать и отправлять отсюда в Сыктывкар, город Киров, приемные пункты. Это у нас получается как бы вторсырье». Некоммерческая организация «Наринмир» на средства президентского гранта намерена организовать семейные мастер-классы по художественному и техническому творчеству. Федерация современного танцевального спорта Наринмара «Вечно молодые» благодаря федеральной поддержке сможет обучить спортивным бальным танцам более ста представителей высокого возраста. Центр ненецкой культуры и быта намерен реализовать в регионе проект по сохранению ненецкого языка. «Данный проект у нас предполагает выпуск аркометражного художественного фильма по мотивам ненецкой сказки «Сеединяка с два брата». Также будут даны параллельные субтитры на русском языке». Еще один победитель президентского конкурса – ресурсный центр некоммерческих организаций НАО, который займется развитием системы территориального общественного самоуправления на территории муниципальных образований. Впервые федеральную поддержку получил фестиваль силовых видов спорта «Сила Заполярья». «Будет он еще больше, более масштабный. Помимо тех классических силовых видов спорта, мы еще добавим и ненецкие виды спорта. То есть это будет уже такой ненецкий колорит. Я думаю, что это актуально, тем более в год оленеводства». Самый крупный грант – порядка трех миллионов рублей – получил молодежный волонтерский проект «Наследие Пустозерска». Его разработчики – общество краеведов Ненецкого округа, намерены привлечь молодежь для создания большой экологической тропы. Проект будет реализован в течение двух лет. «Мы привлекаем также специалистов, которые работают в стиле ланд-арт. Они работают с плавником, то есть это тот мусор, который образуется на территории в период половодия, и с бревнами, которые также будут закупаться в течение этого времени. И обустраиваем, создаем вот такие арт-объекты на территории Пустозерска, чтобы можно было показать гостям и жителям округа природу нашего северного края». Как отметил глава региона, президентский грант станет хорошим подспорьем для тех инициатив, которые некоммерческие организации намерены реализовать в округе. «Мне больше хотелось, чтобы у нас они не просто были освоены и даже абсолютно законным образом закрыты по бухгалтерии, но чтобы от каждого из этих проектов мы все-таки в округе оставили какой-то след, потому что для нас это важно. Если мы будем показывать такого рода результаты этой работы, нам будет проще в следующем году выходить на грант и увеличивать их объемы, показывая, что они действительно существенным образом влияют на жизнь и развитие нашего региона, на культуру, на традиции и на все те инициативы, за которые вы беретесь». Александр Цибульский также добавил, что со стороны исполнительных органов власти региона готовы оказать поддержку в реализации проектов.